Привет! Под видео с подсветкой предмета у меня спросили такой вопрос как сделать радиус поиска и для того, чтобы подсвечились и предметы и противники давайте это сделаем теперь мы берем нашего персонажа вот наш персонаж примерно, да основной так давайте давайте сначала все-таки сделаем предмет сначала так давайте сделаем предмет это blueprint actor пишем ac object то есть какой-то объект заходим в него даем сюда mesh давайте пусть сфера будет приподнимем ее немножко так проверим как она здесь становится в принципе нормально поставим сюда 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 где-то поближе где-то подальше там уже не важно смотрите 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 и в прошлый раз мы делали да мы также ставим постпроцесс ставим ему материал вот он стоит outline instance instance значение вообще не важно какое 0 1 оно не решает ничего так теперь давайте на сферу получается мы выставим несколько custom event во-первых это у нас outline будет то есть мы подсвечиваем и второй custom event это но вот то есть не подсвечиваем так на первое мы соответственно берем наш предмет который будем подсвечивать делаем снова все то же самое set render custom dev копируем сразу сюда соединяем все это первая галочка внизу нету галочки далее давайте сделаем делай ну так чтобы подсветка предмета длилась там ну в районе трех секунд допустим и вызовем сюда это no outline то есть мы подсвечиваем 3 секунды и подсветка снимается так на этот момент все но как раньше мы делали у персонажа коллизию и так далее да то есть и при пересечении с коллизией предметы подсвечивались но в данном случае мы будем делать то же самое только лишь у персонажа делаем снова так же коллизию сфер коллизию давайте еще сюда подадим какой-нибудь интересненький красивый визуальный эффект пусть это будет это так подадим static mesh таким материалом который как раз таки будет там показывать и так здесь я немножко неправильно сделал а мышь надо посвавить бы сфера была на мыши персонажа и вот это статическая капсула если посмотреть вот это вот наша коллизия да давайте сделаем ее ниже по размеру больше представим что это так где-то так так x y единицы так и оставим и давайте выключим заодно сразу чтобы мы ее не видели капсула у нас будет хотя давайте включим этот и настроим капсулу на такой же размер потому что мы будем одновременно все это так так зачем я нам не нужно scale нам нужен радиус ну вот примерно вот так да 97 все отлично теперь переходим в graph и давайте на буковку dq допустим мы будем выставлять вот эти все функции какие-то во-первых давайте сделаем проигрывание звука чтобы как-то было более красиво и эстетично gt actor location пусть будет там где персонаж и звук ну вот примерно такой пусть будет он нам еще давайте возьмем ту визуальную часть которую мы поставили и set visibility дадим ей потому что мы ее сейчас выключили и мы когда вот нажимаем q мы ее включаем далее чтобы все плавненько шло а не рывками мы делаем timeline timeline подключаем подключаем away from start создаем внутри нее точку 00 вторую точку допустим три секунды значение единица выделяем обе делаем авто ну то есть как обычно все сглаживаем и время создаем три секунды здесь ограничиваем максимально timeline у нас готов и теперь нам необходимо отсюда вытаскивать как мы делали в прошлый раз verb только у нас не в а подсоединяется а в альфу так значение сферы у нас 97 то есть начальная точка у нас 97 будет и давайте сразу проверим так если мы выставим scale нашего цилиндра допустим 10 и посмотрим сколько сфера у нас будет равняться это так ну 990 я предполагаю где-то так ну 1000 даже давайте 1000 так и напишем да 1000 будет scale у нас 10000 ну значит оно равняется с примерным значением так снова все изменяем в обратное значение теперь мы пишем конечную точку нашей сферы 1000 и далее мы уже вставляем сфера get даем ей set radius сфер radius на update подсоединяем на подачу радиуса здесь давайте сразу скопируем поставим сюда и на complete на complete получается мы создадим обратное значение сферы радиуса в данном случае это у нас 97 выставим сразу теперь давайте подадим внешнее значение нашему цилиндру который будет у нас только визуальную часть составлять так ему мы будем уже писать не радиус а set relative скейл 3d потому что мы по x и y будем подавать ему значение делаем promote клич struct pin точнее и подаем ее сюда сюда здесь здесь мы выставляем единицу единицу по z я уже не помню сколько выставил давайте 475 выставим будет так 475 475 здесь мы как раз таки будем снова также lerp подавать на x y но уже немножко другие значения в данных значениях у нас будет от единицы до десяти до десяти то есть как мы вот измеряли примерно так оно и получается и на финиш мы уже финиш да выставляем обратно те же значения которые сейчас стоят и мы должны выключить визиту чтобы эта визуальная часть она пропала все так ну теперь нам необходимо еще и сделать на коллизию begin overlap давайте ближе поставим нашей структуре ну во-первых нам нужен actor давайте запишем actor promote variable то есть мы записываем какой actor у нас попал в данную в данную коллизию сферы и далее наш 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 actor который мы здесь записали должен получить некоторые значения но прежде чем их делать давайте создадим структуру которая будет управлять всем этим для этого мы создаем blueprint интерфейс давайте его назовем bi outline и в нем мы создадим функцию давайте давайте out line то есть входящие на импуте мы сделаем входящее значение это у нас actor так и напишем input actor это имя это уже и и теперь нам на объекте надо добавить интерфейс нажимаем класс settings добавляем bi outline и также на персонажи мы добавляем bi outline делаем как минимум сохранения проверяем да то есть и теперь мы вытаскиваем получается из нашего записавшегося актера и такую ноду как das increment интерфейс делаем branch получается и далее мы уже из этого актера на true уже будем выставлять нашу функцию которую мы создали в актере на true в интерфейсе данном случае это так in outline message делаем на true так можем подать параметр но по сути можно было кстати даже ее и не делать потому что мы и так подаем на таргет значение ну ладно это уже не особо важно я наверное просто ошибся и теперь мы в нашем предмете у нас появился интерфейс in outline нажимаем правой клавишей increment event сделаем и здесь все просто мы подаем нашу функцию точнее наш custom outline которую мы как раз таки вот здесь и создали и теперь давайте проверим так я visible видимо не выключил а я же включал его так visible выключаем наш цилиндр внешнего отображения так подсветки не происходит давайте посмотрим почему так здесь я сохранил сохранил полью сделали так так возможно какие-то проблемы со сферой потому что она является у нас основной частью которая как раз таки формирует давайте включим показ нашей сферы и выключим так визуальная часть пока так мы видим что сфера она сдвигается потому что вот она была и вот там в конце я ее вижу так здесь у нас вроде бы все в порядке еще раз проверим и он и на outline компайл сейф так здесь у нас входящий есть подсветки почему-то мы не видим так давайте попробуем данный предмет мы еще подадим а мы интерфейс не назначили я думаю почему и так естественно он не будет отображать давайте еще раз и все как мы видим попало в сферу и соответственно она засветилась ну 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 3 секунды проходит это гаснет и 2 там тоже уже перестает гаснуть через 3 секунды но как вы помните мы еще закинули вот сюда одну сферу ну здесь еще и стоит и персонаж давайте еще на и персонажа кинем такую же структуру чтобы его отображать видите да за эти за преградой он не помечается сейчас мы это настроим так во первых заходим blueprint персонажа так мы можем скопировать из основной части предмета все можно даже вот так так я нечаянно вырезал давайте это скопируем даже быстрое custom event так custom event ну outline ставим наше изменение так теперь на мэше мы подаем получается нашу подсветку и сюда же класс settings мы подаем наш интерфейс здесь который мы создали также мы создаем event так так даем event и делаем ему out как раз таки вот этот показ так если мы запустимся кстати видите я сферой подхожу и она сразу загорается так а ну да понятно я все понял наше получается наш цилиндр имеет коллизию и он блокирует персонажа давайте поставим no collision сохраним и теперь чтобы они так как они уже подсвечиваются чтобы они светились сквозь текстуры так скажем нам необходимо еще добавить сквозь другие предметы так точнее будет нам нужно подать вот сюда еще дополнительное значение мы из сферы берем ноду set custom def stands right mask такая сложная нода мы ее подсоединяем и здесь мы делаем какой-нибудь first bit ignore def копируем сюда ставим только уже значение делаем default когда выключаем давайте это скопируем и на персонажа тоже самое сделаем для начала давайте просто проверим сохраняем play сейчас если я нажму сфера сзади подсвечится ну и персонал персонаж тоже подсветился то есть на персонажа даже не надо было делать видимо set render custom def который мы выставили в объекте она уже автоматически сразу сыграла на всех предметах которые у нас стоят на локации то есть если я сделаю сферу намного больше допустим не 1000 значения там 10000 у нас подсветится практически вся локация ну в общем все вот такие вот у нас пироги как говорится подсветка всех работает правда вот сейчас смотрите персонаж у нас не гаснет так что на него все-таки надо скопировать вот эту часть чтобы он тоже гас и сейчас еще раз проверим я не подсоединил я не светили сферы персонажа и персонаж у нас снова не гаснет так в чем же проблема давайте попробуем выставить чуть-чуть другую second bit может быть для этого персонажа будет намного правильнее здесь вам надо немножко потестировать так но персонаж снова не гаснет так ноут вайн ну да естественно он не будет гаснуть потому что здесь неправильно выставлено так ноут нам нужно поставить ноут это вот как раз таки вот это этот кастом и сейчас проверяем и все отлично на этом все до скорой встречи друзья к